На самом деле, я вам, в общем-то, ответы на те вопросы, которые вы сейчас задавали и обсуждали, они есть в презентации, я готова на них еще более подробно ответить по поводу Пробоказ, Яндекс.Касс и так далее. Давайте просто последовать, чтобы информация более структурно была бы представлена. Я представляю компанию «Автолух». Зовут меня Юлия Носова, я сегодня и пора являюсь в локом бизнес-поекте «Ток онлайн». Это бизнес-проект специально выделен в отдельное подразделение в рамках компании, и цель нашего проекта, в общем-то, продолжение более растой способ применения эвакуальной кассовой техники для рынка электронной радиации. Ну, пару слов о компании «Автолух», если кто не знает. Мы на рынке уже 16-й год, основное в нашем бизнес-направлении – это разработка фискальных решений, разработка программного обеспечения, преимущественно для автоматизации сферы «Автлайн». Это дистрибуция отличного периферийного оборудования, которое необходимое для автоматизации божественной торговли и рынка общепита. Ну, в общем-то, за эти 15 лет нам удалось очень много достичь, и на текущий момент действительно, без скромности, можно сказать, что являемся одним из лидеров на рынке поставки контрольно-кассовых машин. Более великолепные уже предприятия работают на нашей технике. Нашими клиентами являются известные федеральные бренды. В части работы нам до 54 ФЗ, мы достаточно давно, когда принимаем участие, в том числе, принимаем участие еще в 2014 году, в проекте, в эксперименте, который проводился нашим правительством, для того, чтобы подготовить рынок, и предложить рынку наиболее удобные, с технической точки зрения, какие-то инструменты. Хотели и входят, продолжаем входить в рабочую группу при Федеральной науковой службе для того, чтобы фрагировать какие-то, ну, действительно, применяемые технологии в нашей области. И, конечно же, мы проводим очень большое количество мероприятий. Во всей оси мероприятий, в первую очередь, не даже не рекламного характера, а мероприятия, скорее-таки, учебно-прикладного характера. То есть мы даем информацию для бизнеса, что такое федеральный закон 54-й, какие этапы, мы можем учить, и как правильно, как своевременно и с наименьшими затратами, соответственно, к нему подготовиться. Давайте сначала посмотрим, пройдемся по основным, скажем так, отличиям 56-го юридического закона для электронной коммерции, потому что есть действительно некоторые особенности для оффлайна и для онлайна. Когда мы говорим про оффлайн, вообще, что такое оффлайн-наковлия? Оффлайн-наковлия – это когда мы непосредственно имеем какой-то физический контакт с нашим потребителем. Неважно, это может быть точка продаж, точка обслуживания в учебнике, это может быть курьерская доставка, то есть там, где у нас есть физическое взаимодействие с нашими представителями, представителями наших агентов, с нашими потребителями. Это все считается оффлайн-торговлием. Оффлайн-торговля, то есть расчет от интернета, который представлен в федеральном законе, это форма торговли, когда отсутствует физический наш контакт с нашим потребителем. То есть наш потребитель заходит на ресурс, любой ресурс в сети интернет, это может быть веб-сайт наш интернет-магазин, это может быть мобильное приложение какое-то наше, позволяющее ему оплатить товары или услуги, которые мы предлагаем. Вот это все имеется в виду расчеты в интернет. В чем отличие? Когда мы говорим про оффлайн-торговлю, здесь привлечен всегда бумажный чек. Мы должны предоставить бумажный чек в приорием, а электронный чек должен быть выдан потребителем. Наш потребитель может попросить нас выбрать электронный чек, также отправив его на электронную почту или по СМС. Но это не является обязанностью, нужно это делать всегда. Это необходимо сделать лишь, если нас попросит наш потребитель. Но при этом бумажный чек у нас всегда приличен. Если мы говорим про расчеты в интернет, то здесь ровно наоборот. Здесь абсолютно не нужен бумажный чек. И при этом электронный чек становится обязательным. То есть когда совершается оплата через веб-сайт, через мобильное приложение, здесь мы всегда должны выдать электронный чек. При этом мы можем отказаться от выдачи вообще в чате нашего бумажного чека. Порядок применения ККТ. Во-первых, зарегистрированные ККТ, тоже выдержка из федерального закона, ККТ должна применяться на месте в момент проведения расчетов или в зоне осуществляющего расчетов. Это к вопросу, а можно ли допустим, у меня какая-то доставка. Мне может потребитель оплатить через веб-сайт, я его распечатывала чек, не отправив электронный, я распечатывала чек на кассе и приехал, был привез. Так нельзя, потому как есть требования в момент расчета. То есть вот именно тогда, когда происходит передача деньги, непосредственно списание денег, то или, как это еще сказано, распоряжение, когда дает наш потребитель, если у него интернет-эквариинка, и он земный эквариинк, то он дает распоряжение, кредитное учреждение, которое выделало ему карту, которая в общем-то в ней содержит своего средства, она подтверждает о том, что она получила это распоряжение, и она действительно перечислил эти деньги в пользу той организации, которую он платит. Это не является моментом расчета. Поэтому такие ситуации, когда мы пробили чек в офисе и привезли именно посредством нашему потребителю в момент передачи товара, они исключены. Вот за исключением, как раз приписочка, за исключением расчета, осуществляемого электронными средствами путешествия сети интернет, это говорит о том, что по поводу места расчета, то есть касса, наша касса, которая нам регистрирует расчеты через интернет, она не обязательно должна быть установлена непосредственно в месте расчета, потому что она по сути у нас отсутствует, его нет, это интернет. Кто и когда должен применять кокоррельную кассовую технику? Вот плата сошлиния в момент доставки товара, применяется кокоррельная кассовая техника непосредственно тем физическим лицом, то есть тем курьерам, которые у нас, соответственно, наш товар привез. Это может быть ваш курьер, когда эта касса должна быть зарегистрирована, естественно, на него должна быть ваша касса, мобильная касса, позволяющая работать с некими мобильными приложениями. Это может быть, например, представитель транспортной компании. В этом случае представитель транспортной компании является вашим платежным агентом. В 54-м федеральном законе в новом также сказано о том, что платежная, если организация является платежным агентом, супругом, банковским платежным супругом, супругом, она также применяет контрольную кассовую технику. То есть в случае, соответственно, если это ваш курьер, это должна быть ваша касса, в случае с курьерскими компаниями эта касса должна быть курьерской компанией, так как они платежные агенты. И здесь еще надо дополнительный ряд требований по отражению, соответственно, еще прегвизитов в чеке. И оплата осуществляется в системе интернета. Значит, кто применяет ККТ? Применяет ККТ именно торгово-сервисное предприятие. Почему? Это как раз вопрос связанный с тем, почему это не делает робо-кассы, или, допустим, я на дворе, или такой платежный агрикатор, который предоставляет нам услуги интернет-эквайлика. Ну, в общем-то, здесь, во-первых, в 56-м УЗИ есть некие исключения, кто не применяет контрольную кассовую технику. И среди этих исключений есть так называемые кредитные учреждения и банки. В нашем случае Яндекс, Ваба Кассы и любой платежный агрегатор, он является кредитным учреждением, и он освобожден от применения контрольной кассовой техники. Это же относится, как раз, разбирали здесь кейс, а что будет, если я выписываю просто бланк, да, и выходит на потребитель, оплачивает, там, Сбербанк, или любой другой банк приходит и оплачивает мой товар. Здесь банк также не выдает чек, потому как он в рамках закона освобожден от применения контрольной кассовой техники. К банкам и вообще кредитным организациям предъявляются более расширенные системы учета, отчетности и так далее, да, и поэтому они освобождаются от применения кассы. Так как, в общем-то, касса это, в первую очередь, для федерального органа услуга инструмент за контролем, в общем-то, налогооблагательной базы, да, и за налогоплательщиками, которые, в общем-то, являются там многосельственные предприятия. То есть кассу всегда применяют та организация, которая, во-первых, берет деньги, а во-вторых, передает товары или отказывает какие-то услуги. То есть непосредственно это в ее зоне бизнеса находится. Момент расчета. Вот здесь тоже много говорилось, буквально пяти минут. Это не будет шаг уже беззаконно о защите прав потребителей, что является моментом расчета. В случае, если мы говорим про интернет, как раз по оплате товара мы считаем числомную сумму указанного распоряжения по переводе денежных средств с момента подтверждения его исполнения обслуживающей потребителем кредитной организации. То есть это тот самый момент, когда я, как, допустим, держатель карты, ну, обычный человек, у меня есть карточка, да, я совершаю определенный платеж, неважно, как я это делаю, через банковский терминал наземного эквивалента, на данной точке я это делаю с помощью интернета, вводя свои данные, свои карты. Естественно, идут запросы, там просто технологические, технические схемы немножечко разные, если мы говорим про наземный эквивалент, про интернет-эквивалент. Но с точки зрения юридических норм, в общем-то, это все одинаково. Да, я, как бы, даю распоряжение своему банку о том, чтобы, как бы, начали процедуры, о том, чтобы перевести необходимую сумму, ту, которую я разрешаю, в пользу той организации, которой я оплачиваю эти товарные услуги. Это не значит, что эти деньги зачисляются моментально, да, на счет организации. Когда мы говорим про оффлайн, то есть про наземный эквивалент, там также, оттуда было усердственное предприятие, которое продает непосредственно товар в магазине, да, передает вам корзину с товаром, вы ее оплатили, вам выдали тот же чек. И деньги за эту покупку, за вашу, да, покупку, они также получат не сразу, не в онлайне. Там процедуры, в общем-то, все те же самые остаются, как бы, и при оплате через интернет. Что касается пяти минут, очень часто сейчас на рынке слышим все по поводу пяти минут, что у нас есть пять минут. На самом деле, если прямо полоснуться буквы закона, как написано в 56-й МФЗ, в новой редакции, там и про какие-то анекдот нет. Там есть требования сразу, то есть в момент, да, в момент это сразу. Откуда выявились эти пять минут, о которых я говорю? Есть, в общем, достаточно старое письмо, приказ, точнее, вразительное письмо, к министерству финансово, но, по-моему, если не ошибаюсь, еще от 12-го года, не потерей недавности точно. Как раз там это значится, и сказано про пять минут. Но, опять же, письмо было выпущено еще, когда даже не были начаты ракуты наших законотворцев по внесению изменений в действующий 54-й закон. И это касалось как раз, это письмо разъяснительное. МФИ выпустил тогда с целью дать ответ рынку, ну, вообще бизнес-сообществу, на тот вопрос, а когда я должен выдавать чек, если я осуществляю доставку? Да, там были неясности по поводу, применяется контрольная кассовая техника в момент доставки или объявленных учебов в офисе. И как раз разъяснительное письмо, оно касалось той темы, чтобы дать ответ, что вот пять минут есть на момент регистрации нашей операции, нашего расчета. Вот пока эти пять минут, они как бы на них можно, в принципе, ориентироваться, но, опять же, это не значит, что в ближайшее время не будет каких-то дополнительных разъяснений, от того же Министерства финансов или же от Федерального оборудования службы. То есть, как это сейчас, в общем-то, закон подписан, сейчас вот уже в течение марта будет подписан приказ, тоже будет о подписи МФИНа, так называемые форматы фискальных документов, они будут утверждены, по которым, в общем-то, уже текущая реализация выполняется, но формально это не как каким-то подзаконным актом, но в органах. Этот подзаконный акт, в конце марта, в общем-то, будет опубликован. Ну, в общем, он уже, на самом деле, подписан, но находится на юстевое смотрение. И в течение нескольких месяцев до 1 июля будут появляться разъяснения, подзаконные акты, алгоритмы и так далее, так же со стороны МФИНа или со стороны Министерства налоговой службы. Так, мы про это поговорили, я сейчас не буду документировать этот слайд, про требования к ПКТ, значит, про требования к визитам уже, вот, Роман достаточно много сказал, я поэтому не буду даже останавливаться. По поводу требования контрольно-кассовой техники. Они также прописаны в 54-м федеральном законе, что такое контрольно-кассовая техника, как она должна сертифицироваться, из чего она должна состоять. Вот, и, в общем-то, прописано о том, что контрольно-кассовая машина, она должна иметь корпус обязательно. Я такой вопрос об облачных кассах. Общая, может ли быть какие-то там облачные программные кассы? Нет, ну, потому что есть четкие требования, что касса должна иметь корпус, фискальный накопитель должен обязательно размещаться внутри корпуса, ну, и так далее. За исключением, здесь в специальном красном выделено, да, за исключением определенных устройств, которые могут использоваться для регистрации расчета только, например, в сети интернет или в составе автоматических устройств, то есть отдельно для платежных терминусов и пензинов. Да, они могут в составе своего корпуса и иметь печатающие устройства. Именно, в общем-то, вот это требование, точнее, уточнение в законе позволило нам выпустить на рынок первую кассу, которая можно применить для расчетов сети интернета, а тот, что бывает касс, который не имеет принтера. Как раз, по мнению моделей, были драны рекомендации Федеральной налоговой службы, это чтобы вообще ориентироваться на рынке достаточно большого уже количества предложений, которые у них есть. Касса ФС, если у нас о постах, да, певиатурных АФС, это как раз как раз кассовая техника, которая регистрируется и может применяться только для регистрации расчетов в сети интернет. То есть такую кассу мы не можем использовать на оффлайн-точке торговли, потому что она у нас не имеет принтера. ФА – это как раз те самые устройства, то есть кассы, которые могут встраиваться автоматические какие-то терминалы для пейдинга, для платежных терминалов, и они также могут использоваться только так, никак и иначе. То есть их также нельзя устанавливать на обычные, на оффлайн-точке торговли. ФБ – это, соответственно, касса, которая будет появляться к 2018 году, это специально для регистрации в лампу строгой отчетности. Пока таких касс нет, там, по мнению, почему-то пока не нужны, все взложники до 2018 года, пока работают, как в 2018 году, пока еще готовятся. И кассы с аббревиатурой F – это обычные кассы, которые имеют принтер. Такие кассы, они универсальные, их можно применять для любых форм расчетов, также для интернета, их можно применять, зарегистрировав такую кассу, как для интернет-расчетов, их можно также применять для рейтинга, для обычных социального оффлайн-точек торговли. Другой вопрос, что они неудобные. Ну, такую кассу очень неудобно встроить в платежный терминал, и, в общем-то, если мы говорим там про построение какого-то некой фермы для интернет-магазина, так, так и касса, они, в общем-то, тоже неудобные для размещения в ционах. Вот, вам они универсальны. Я сейчас подчеркиваю, что такую кассу можно зарегистрировать в том числе и для расчетов в интернет. Специально для этого предусмотрены определенные поля, заявление, как раз в спиртшоте, заявление в личном кабинете налогоплательщика, здесь, если мы регистрируем кассу для, допустим, на съездной разглазной торговли, мы ставим соответствующий признак заявления, что у нас мобильная касса. И если мы ее применяем для регистрации расчетов в сети интернет, мы также ставим вот этот соответствующий признак, после которого, кстати, вот если мы поставим признак, и вот всплывающий такой окошечек появится у нас, мы должны будем внести именование наших сайтов, непосредственно на юрелуме, на именование наших интернет-магазинов, на котором у нас делается заказ. В общем, у компании АТО есть достаточно большой, широкий модельный ряд для различных решений, фискальных, очень много, для различных форм торговли, у нас есть и мобильные, и интернета, и стационарные, и стационарные также для любого потребителя, для любого сегмента и нагрузки, если мы говорим про гипермаркет, про какие-то есть большие оффлайны точки торговли, там у нас малый человек, который не нужен, например, там весь. В общем, линейка у нас достаточно широкая, начиная там с 18 тысяч рублей, заканчивая с тремя. Вот, давайте все-таки поговорим по поводу реализации торговли, у нас вообще схема применения контрольно-кассовой техники есть именно для электронной конверции и e-commerce. Главное, наверное, отличие, технологическое отличие оффлайна и онлайна, ну, e-commerce, главное заключается в тем, что у нас нет контакта, действительно, физического контакта с нашим потребителем, и мы его не видим. Если мы приходим в офлайн-точку торговли, и все кассы заняты, да, все кассины заняты, у нас что появляется? Появляется физическая очередь из наших покупателей, из людей, да, мы встаем, и мы сами вольны выбирать, какую кассу нам встать. Если мы говорим про, соответственно, японию и расчет в онлайне, да, через интернет, то здесь очереди все-таки уже управляют автоматизированные системы, это может быть, СМС-система или нарушенные сервисы, то есть некие программные решения, ну, автоматика, по сути, да, автоматика отвечает за предложение нашей очереди, в нашем интернет-магазине. То есть из интернет-магазина, из нашей СМС-платформы, например, это «Гитрикс», да, выступает информация по нашим реквизитам, это товары, цены, там, ставки, инсульм, налога на те программы и тех, как у них кассовые машины, которые необходимы, если это нужно для курьерскую достатку, это, соответственно, приложение, или, там, одно из приложений, да, в котором работает непосредственно курьер, или же, соответственно, улайн-кассовая ремейка. Ну, во-первых, очень понятно, что кассы – это же несколько, да, для многих общей интернет-магазинах никогда не вставал вопрос о том, о какой оборудовании ему необходимо для того, чтобы автоматизировать свой бизнес. Ну, как, в общем-то, все решения, они находятся в вебе, и даже кости, вот, можно, естественно, им, как зачастую, приобретается, там, на две подписки, и предприниматель в интернет-магазине про «Железо» знает только про свой ноутбук, нас, которым, в общем-то, управляет своим интернет-магазин, то есть никаких дополнительных систем автоматизации, аппаратной видеорчасти, в общем-то, никогда не поменялось. Вот, помимо кассы, которая тоже «Железка», есть еще и фискальный накопитель, который в интернете не установлен, и который, как раз, отвечает в том числе за отраблевание фискального признака и отправку данных, к оборудованию фискальных данных, и далее уже в НЭС. ФН имеет определенные особенности, ну, ограничения, связанные с четырьмя, наверное, областями. Ну, то есть, первое, он имеет определенную пропускную способность. Она составляет 2,5 секунды, если мы перекладываем на чеке, то это примерно, там, 2 коротких чек по секунду. Коротких имею в виду по одной кубе позиции, да, то есть, это составная инфраструктура, плюс какая-то, это основная сервисная информация, которая необходимо нам всегда на чеке отражать. То есть, это примерно на 2 чек по секунду. Если мы говорим про отчеки, там, 60-70 позиций, да, то есть, здесь не 2, там, а меньше. Это профиль хранения информации в 30-дневных, который тоже имеет определенное ограничение. Объем памяти в целом, паскальные накопители, точнее, столько, сколько его ресурс по возможности формирования фискального признака. То есть, это не более 160 тысяч рублей за всю его жизнь. Это ограничение, оно тоже связано с неким ограничением, которое присутствует со стороны ФСБ. К разработчику фискального накопителя есть определенное требование, ограничение по криптоключу, который используется, да, алгоритму, криптографическому, который используется в первой разработке. И этот криптоключ, он может формировать признаков не более 160 тысяч. И, ну, естественно, срок эксплуатации, который составляет на текущий момент, не менее, 12 месяцев, точнее, не более. 12 месяцев. Фискальный накопитель на 36, он пока еще на рывке внутри него, сколько планируется в втором квартале текущего года. И опять же, фискальный накопитель на 36 месяцев, он будет разрешен к применению всех, да, предподеливших, по-моему, видов группы, скажем, группы, плательщиков. То есть, это у нас сами патент и НВД, ну, тоже там, за некоторыми исключениями. Вот, для того, чтобы выбрать, вообще, почитать, сколько нам необходимо в КАС на нашем интернет-магазине, в зависимости от нагрузки, да, необходимо получить только все эти факторы, про которые я сказала, да, предназначение в КАС на нашем интернет-магазине, необходимо знать только данные нагрузки, необходимо понимать, сколько у нас транзакций в год, в год, в год, в месяц, и полы месяца, даже, например, в Черной Пятнице, еще что-то, да. То есть, наша КАС, она должна обеспечить всю нашу нагрузку в нашем интернет-магазине, чтобы мы не проводили, например, в Черной Пятнице, да, как-то очень резко мы могли увеличить количество потребителей наших покупателей, а то решение, которое мы используем, она, наверное, может не справиться с этой нагрузкой, и, в общем, мы получили достаточно плохой фильм, да, который мы давать не сможем, мы продавать, соответственно, мы тоже не сможем, у нас есть специальный калькулятор, который позволяет все так нам посчитать. Ну, про классическую схему я рассказывать долго не буду, классическая схема, она не более прозрачная, это взять, вот, в общем-то, подключить контрольную кассовую машину непосредственно к нашей цельной платформе, это то решение, про которое рассказал как раз Роман, да, через, ну, просто по-разному можно реализовать, да, компания «Довидение спидериться», они реализовали это через отдельный, там, серый котел, который устанавливается на какой-то компьютер, да, или что-то, ну, неважно, и к нему, естественно, физически подключается наш фискальный регистратор. Плюсы, в чем плюсы? Ну, это, эта схема подключения, она лежит на поверхности, сразу первое, что пригодит к фасу, каким образом мы обеспечили интеграцию к нашей смс-платформе. Ну, а минусы, на самом деле, достаточно большие. Во-первых, необходимо обеспечить работу кассы 24 на 7, естественно, 265 дней в году. То есть, необходимо ставить, безусловно, отдельный какой-то компьютер, который, во-первых, энергонезависимый, или же, ну, не то, что энергонезависимый, в общем-то, будет позволять, как-то, да, держать питание, то есть, любописи какие-то ставить, потому что, ну, все мы понимаем, касса у нас, у нас недоступна, выключили свет, касса недоступна, то у меня этот режим не может. Это режим принимаем и ночью, и в праздники, и неважно, где мы, что мы. Вот, поэтому, то есть, такая схема, она, естественно, не обеспечивает работу кассы 4 на 7. Необходимо всегда иметь каких-то специалистов, приважно, кто будет специалисты ваши, кто будет специалисты компаний, которые нужно будет обеспечить вам в основном работоспособности и реказ, которые у вас установлены, не важно, где там, в офисе, или там, где-то еще. То есть, вот эти все вопросы, которые будут с этим связаны, необходимо будет вам самостоятельно решать. Ну, естественно, некие затраты, развораченные для системы, потому что нужно все будет в отличие, да, не поделать специалист, чтобы в правиле этого настройка, в заключение, в форме, в основном, на сфере, в основном, на сфере, сделали все достаточно просто, но, по-своему, у кассы есть определенные нюансы, для того, чтобы она правильно работала. И мы предлагаем, то есть, вот, три, как бы я подробнее расскажу о нашем сервисе, да, в общем, вот, такой модель, называется касса как сервис, схема подключения, когда касса находится, размещается непосредственно в центре проблоки данных, в дата-центре, и к ней подключено специализированное программное обеспечение, которое, естественно, управляет балансировкой, то есть, обеспеченное распределение нагрузки между парками наших кассовых машинцев, у нас их несколько, позволяет мониторить состояние наших касс, позволяет, например, ну, как бы, размещение в СОДе, в СОДе, у нас на дырение тела, да, уровня, позволяет, действительно, обеспечить ее работоспособность 24 на 7, там всегда есть специалисты, которые проходят на какие-то проблемы внешнештатные ситуации, обеспечивая становление работоспособности в кратчайшие сроки. То есть, вот такая вот схема касса как сервис, ну, плюс очевидно, потому что головная боль о обеспечении работоспособности, в общем-то, она прикладывается полностью на ту организацию, которая предоставляет такой сервис, да, то есть, владелец интернет-магазина получает возможность принимать деньги, в общем-то, заниматься действительно развитием своего бизнеса, а не дубликацией на это, абсолютно непрофильные задачи, связанные с поддержкой такой инфраструктуры. То есть, безопасность достаточно высокая, но вот из минусов я смогла найти, потому что некоторые не давили вот такому виду сервисов, потому что он, в общем-то, на рынке, вот, впервые не понравится, да, на населие таких сервисов, в общем-то, не существовало, так как не было необходимости применять кассу в интернет-магазине. Ну, такая вот схема, как все работает, то есть, полностью все задачи... А, ну, и вот третья модель – это собственная ферма, ну, это вообще для, для сокровоженных интернет-магазинов, то есть, компаний, там, типа «Озона», и так далее, «Медрук», те же самые, так, да, мы создаем такую инфраструктуру, обеспечивающую ее поддержку уже, да, непосредственно на своей территории, своих слоев, но там, в общем-то, все те же самые, единственное, нужно читать экономику, да, что выгоднее – использовать, соответственно, сервис у сторонней организации или же обслуживать или обеспечивать свою инфраструктуру за микрофермы. Вот. Мы первые находим с таким сервисом касса, как сервис на рынках, название на этот сервис на то онлайн. Ну, что это такое? Пром, такой негативный новый появляется, да, который мы тоже ввели, касса, это касса как сервис для интернет-торговли, на базе нашей кассы «Атолус-Рога-ФС», которые мы внесли в реестр приказом от 14 февраля в текущем году, то есть касса уже в регистре, и на базе наших программных технологий, наших программных решений, которые позволяют нам как раз управлять все, все эти фирмы. Схема работы выглядит таким образом, то есть вот все, что в большом красном квадрате, это, соответственно, те зоны ответственности, которые остаются на нашей стороне, то есть на фирме кассы «Атолу-Рога-ФС». То есть мы будем обеспечивать, естественно, планы для рыбы у клиента, через который, ну, сайт, отлично, да, через который клиент сможет, ну, во-первых, управлять свои услуги, выключать кассы, видеть определенную путь из дома, видеть, значит, право поговорю, видеть некую сервисную информацию по состоянию своей, там, для одной или нескольких касс, то есть на какой онлайне, на нем онлайне, сколько чеков она пробила, состояние фискального накопителя, ну, то есть вся та сервисная информация, которая поможет, на самом деле, понимать, а что же у нас с кассой происходит, будет обеспечена сбалансировка нагрузки. Через наш контент мы планируем, соответственно, реализовать интеграцию с операторами фискальных, для того, чтобы максимально упростить противоположение общественного договора с ОФД, чтобы пользователю не пришлось, там, создавать кучу других личных кабинетов, дальше, там, с личным кабинетом, по-моему, если личным кабинетом ОФД, личных кабинетами у нас появятся, еще какие-то, ну, вот, чтобы избежать большого количества, как бы, таких вот процедур, да, мы хотим все это сделать максимально просто из-за одного окна, то есть предложить услугу заключения договора с ОФД через наше окно и, соответственно, наоборот, да, там, через ОФД. В том числе и структуалов нет в электронной корпусе, мы будем предлагать, там, возможность получить у них в учителях в учебном центре, в учебном предоставивающем центре, но все, как говорится, по ключу. Вот, при этом, с нашим сервисом мы проходим, вот, сейчас распорты по интеграции с наиболее популярными ДМС-платформами, с компанией ДМС-Битрикс, мы уже сомпелированы. Вот, и на следующий, буквально, вот, на прошлой неделе проводили большой партнерский семинар для наших партнеров, компаний, кто занимался автоматизацией, тоже, компания, наверное, ДМС-Битрикс там присутствует, много принимал участия. Как заявили, показывали демонстрацию, как у нас все работает. Есть у нас, кстати, демо-магазин. Кому интересно, можем зайти на адрес с битрикс.nto.ru. Это демо-магазин, это, конечно, наша совместность с Битриксом, и сервисом онлайн. Можно попробовать смотреть, как это, соответственно, с точки зрения работы. Там придет вам чек. Все, все вопросы, касающиеся обслуживания, сопровождения, обеспечения работоспособности, все их уже решено на наборах нашего сервиса. И будем предлагать с омегой содействия регистрация кассы по ИНС. Пока это возможно только в таком полуручном режиме. После того, как в ИНС появится адрес, которые дадут операторам рискованных данных, у них появится возможность поддержать нас в своей стране, в своих личных кабинетах, у нас уже появится тоже возможность эту процедуру сделать такую бесшовную. Арендовать можно неограниченное количество касс, хоть одну уху, сто, сколько необходимо. То есть здесь мы никак не ограничен в количестве. Базовый платеж составляет 3 тысячи рублей за одну кассу в месяц. Этот базовый платеж, он включает в себя услуги уже в том числе и ОФД. Мы формально просто являемся агентами оператора фискальных данных, помогаем вам заключить свой договор и предоплачиваем по сути за вас уже услугу оператора фискальных данных. Если у вас несколько касс, 2 и более, то платеж составляет 2 тысячи рублей в месяц за каждую. Платеж не включает в себя стоимость фискального накопителя. Так как по закону касса, то есть формально вы будете арендовать кассу, которая будет установлена на нашей территории, в нашем соде, но фискальный накопитель по закону должен принадлежать непосредственно организации ценового поплательщика. Которые как раз уже применяют. Поэтому платеж за фискальный накопитель он обязательный. Он составляет 6 тысяч рублей. И первый раз, и каждый последующий, когда вырабатывают ресурсы, нужно тревожить. Передача кассы военного у вас, как платеж в ходе уже сказала, про услуги ОСД, некая помощь регистрации в будущем. Как бы бешевая у нее бешевая такая процедура. Активация фискального накопителя, вот кассовую эксплуатацию. Это, конечно, тоже остается все в нашей стране. Обеспечение на бутылочных сетях этой кассы в СОДе, плюс некий метолинг. Про и доступность к статистике кассы. Прямо что для бизнеса, на мой взгляд, это достаточно очевидно. Тоже лежат на поверхности. То есть, он бывает не перечисленный. Но, наверное, в первую очередь, когда действительно избавление от головной боли, связанной со всеми необходимыми процессами, процедурами и дальнейшим сопровождением непосредственно физической кассы. Быстрая масштабируемость, во-первых. Действительно, можно очень быстро выключить новые кассы. Если у нас бизнес расширяется, или у нас там появляются новые какие-то акции. Мы вводим, да, и повышается нагрузка на наших первых магазинах. То есть, мы становились продержения больше. То есть, масштабировать будет достаточно просто. В течение нескольких часа можно, если должны быть включить новые кассы. Ну и минимальные затраты на первичную модель культуры. Вот. Старт этого сервиса у нас наличен на вторую половину апреля. Сейчас мы занимаемся активной подготовкой всех необходимых специалистов внутри компании, да, и, соответственно, подготовкой форм-дендеров. По каждому участию вся дорогова, которая как раз и позволяет вам сейчас проводить операции со всеми и платежными программами, публикаторами сервисами и системами. В общем, следите за новостями. Большое спасибо, Ирина. Спасибо. Спасибо.